Яценюк стал премьером в феврале этого года благодаря Майдану, как Александр Турчинов, исполнявший обязанности президента страны до выборов 25 мая. Сегодня Яценюк и Турчинов, герои специального проекта РБК, лица украинского кризиса. Украинский кризис. Действующие лица. Кто стоит за принятием решений? От кого зависит, чем и когда закончится противостояние? Специальный проект РБК. Амбициозный 40-летний Арсений Яценюк и более сдержанный Александр Турчинов, которому весной исполнилось 50. Оба не обладают достаточной политической харизмой, но все же смогли занять руководящие посты в смутное для Украины время. Арсений Яценюк умеет заводить нужные знакомства и монетизировать их полезными связями. Он начал обрастать, еще будучи студентом в родных Черновцах. Там в начале 90-х его юридическая фирма оказывала услуги по приватизации предприятий. Переехав в Киев, Яценюк за несколько лет из простого консультанта превратился в зампредоправления крупного банка. Благодаря обширным контактам со многими влиятельными людьми не только в финансовых, но и политических кругах, в 2001 году в 27 лет Яценюк становится министром экономики Крыма. А еще через 4 года в 31 при Ющенко возглавляет Министерство экономики всей Украины. Яценюк выходит с запада Украины, но он никогда не был ярым националистом, скорее умеренным проевропейским политиком, не раз говорил о необходимости сотрудничества с Россией. Некоторые всерьез говорят о его гениальности, другие объясняют карьерный рост умением быть своим для всех. Но рядовые граждане своим Яценюка никогда не считали. Так было и во время событий на Грушевского, когда он пытался образумить радикалов. Вместе с Яценюком в январе 2014 к толпе вышел и Александр Турчинов, правда его едва можно узнать за высоко поднятым воротником. Тогда оба представляли бытикивщину и умело использовали мученический образ ее лидера Юлии Тимошенко, а потом с легкостью предали ее. Кому-кому о Турчинову его поведение после своего освобождения Тимошенко не простит. Заматерев на Евромайдане, он внезапно перестал ее поддерживать, хотя середина 90-х она была его путеводной звездой. Впрочем, от Турчинова можно было ждать чего угодно. Я действительно проповедую в церкви евангельских христиан-баптистов. Это христиане-протестанты, и они имеют большинство в цивилизованных странах мира. Турчинов в свободное время не только проповедует, но и сочиняет художественную прозу. Политик, писатель и пастор. Прошел классический путь постперестрочного функционера. От комсомольского и партийного работника до советника главы правительства уже независимой Украины Леонида Кучмы. Настоящих лидерских качеств Турчинову всегда не хватало. Именно поэтому долгие годы он был не против держаться в тени газовой принцессы. Тем более, что от Тимошенко ему доставались должности. То председателя службы безопасности, то первого вице-премьера. Для сил, временно объединенных вокруг Майдана, не самые яркие Яценюк и Турчинов почти идеально подходили на роль технических руководителей страны. Мог ли тандем Яценюка и Турчинова предотвратить раскол страны? Российские и украинские эксперты единодушны. Нет. Правда, аргументы у каждой из сторон свои. В Москве считают, что ни премьер, ни исполняющий обязанности президента не были способны мыслить стратегически и принимать самостоятельные решения. Одна политическая ошибка следовала за другой. Отменяя закон о языках, они даже не могли предположить, что потеряют Крым. Начиная антитеррористическую операцию, довели конфликт до реальной войны с большим количеством жертв среди мирного населения. В Киеве политическую слабость объясняют по-другому. Ни Яценюк, ни Турчинов, ни кто-либо иной не могли предотвратить решение Путина взять Крым и дестабилизировать ситуацию на территории Украины, расколоть Украину. Предотвратить это, особенно после Майдана, когда был деморализирован и в значительной мере дезориентирован силовой блок государственной машины, никто из государственных руководителей Украины этого был не способен сделать. Собственная судьба заботит Яценюка и Турчинова сейчас не меньше, если не больше, чем судьба страны. Тем более, что от них она сейчас мало зависит. Причувствуя проблемы на уже близких парламентских выборах, они, кажется, уже были готовы примкнуть к лагерю Петра Порошенко. Вот только нужны ли президенту Украины такие соратники? А никакими собственными политическими ресурсами Яценюк и Турчинов не обладают. Алина Гребнева, РБК Редактор субтитров А.Семкин